Из сердца. Евангелие от Марка, седьмая глава, с четырнадцатого по двадцать третий стих. И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал. «Извнутрь исходит и оскверняет человека». Размышления, часть 1. Всякая пища чиста. Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 19 стих. «Человек оскверняет зло, которое кроется в его сердце. Иисус учит этой истине в притчах, но ни религиозные деятели, ни его ученики не понимают ее. Он объясняет, что пища, которую мы едим, не в наше сердце входит, а в желудок и выходит из тела. Но чистота или оскверненность человека определяется тем, что у него в сердце». Учение Иисуса для иудеев революционно, потому что они веками заботились о ритуальной чистоте пищи. «Хотя сегодня от верующих и не требуется соблюдение строгих законов о пище, мы должны быть на чеку и следить, чтобы ничто не оскверняло наше сердце. От таких вещей следует отвращаться, прибегая к Христу, единственному, кто способен по-настоящему очистить нас». Как вы можете проверить, что у вас в сердце? Чем оно сегодня наполнено? Размышления, часть 2. Зло, исходящее изнутри. Евангелие от Марка, 7 глава, с 20 по 23 стих. Иисус делает акцент на чистоте сердца, поэтому Он снова и снова учит о том, что человек оскверняет то, что исходит изнутри Него. Иисус говорит о тринадцати видах зла, исходящих из человеческого сердца. Многие из них упоминаются и в других местах Писания и связаны с десятью заповедями. В частности, Иисус упоминает грехи, убийства, прелюбодеяния и любодеяния, кражи, коварства и лихаимства, потому что с ними человечество боролось на протяжении всей своей истории. Когда у вас появляются злые помыслы, мы оскверняемся, и нам нужно сердце и ум Христов, которые чисты и безгрешны. Христианская жизнь должна начинаться с чистоты сердца. С какими грехами вы боретесь? Как вы можете стремиться к чистоте сердца и разума? Молитва. Отец Небесный, пожалуйста, сотвори во мне чистое сердце. Спасибо за прощение, которое я обретаю через Христа. Пусть твоя благодать восстановит и изменит меня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok